По официальным данным Центрального архива Министерства обороны России в годы войны в боевых частях числилось свыше 3000 военнослужащих в возрасте до 16 лет. Многие из маленьких бойцов старались скрыть свой истинный возраст, чтобы попасть в ряды Красной Армии и партизан. История Димы Юрченко, уроженца Усть-Жигуты, чудовищно схожа с сотнями других детей-подростков. Юные герои, поступки которых совсем не ввяжутся с их возрастом. Они делали это, не думая о рисках, о возможности попасть в плен, о медалях и наградах. Они искренне хотели помочь, хоть и понимали, что эта школа войны может стать для них последней. Кровавые пять месяцев с августа 1942 года по январь 1943 года Карачаево-Черкесия находилась в немецкой оккупации. Бойцы Красной Армии вышли на защиту родных земель. Но, как известно, война не делит людей на возрастные категории. Вместе с ними из-за школьных парт встали дети и вышли на свой смертельный бой. Среди них был и 14-летний Дима Юрченко. Перед началом митинга участники автопробега провели субботник на месте захоронения героя. Территорию в считанные минуты привели в порядок. Убрали разросшиеся сорняки и подмели. Живописное Аксаутское ущелье. Два берега, горные речки неразрывно связаны с последними минутами жизни Димы. На одном берегу он совершил подвиг, вписавший его имя в историю. А на другом нашел вечный покой и последнее пристанище. Пока школьник отстреливался, нашим удалось уйти вот туда наверх. Но немцы, вплотную приблизившись к Диме, приняли его за погибшего. И вот тогда Диме удалось осуществить свой последний план. Его рука уже лежала на спусковом крючке противотанковой мины. Несколько секунд и раздался взрыв. Дима погиб, унося с собой жизни врагов. А на этом месте стоит обелиск в дань памяти юному герою. Роза Албекировна Чучаева, лидер Зеленчукского районного отделения партии КПРФ, открывая митинг, посвященный 80-летней годовщине со дня начала Отечественной войны, еще раз подчеркнула значимость сохранения живой памяти в сердцах людей. Отдавая дань и почести, подвигу Димы Юрченко, мы вспоминаем миллионы людей, сложивших свои головы на полях сражений с фашистскими захватчиками. Герои, отдавшие свои жизни за будущее поколение. Вечная память. Они навсегда останутся в наших сердцах и душах. Эту память мы пронесем через всю нашу жизнь. И как знамя победы, полученное нами от наших отцов, передадим будущим поколениям. Торжественным моментом стало вручение комсомольского билета и прикрепление отличительного значка комсомольца на грудь старшекласснику Алексею Руденко. Ветеран космодрома Байконур Николай Шолухов лично принял в ряды молодежной организации Алексея. А уже став комсомольцем, он передал эстафетную палочку своему юному другу Максиму Старокожеву, повязав ему на шею красный галстук, выпущенный еще в СССР. Уже после церемонии Алексей поделился своими эмоциями. Для меня это большая честь, потому что в комсомольской организации было много ребят, которые защищали мою родину, строили города, возводили энергетические объекты, строили БАМ. Есть примеры, да, хорошие? Много примеров героев комсомольцев, такие как Дима Юрченко, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов. Благодарственными письмами от имени депутата Государственной Думы Федерального Собрания России Анатолия Бифова за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи отметили съемочную группу вестей и коллектив Зеленчукского краеведческого музея имени Сергея Варченко. Командир расчета, старший электромеханик Центрального блока ракетоносителя космического корабля «Восток-1» Николай Константинович Шолухов в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина был удостоен грамотой парламента Карачаева-Черкесии за добросовестный труд и профессионализм. Высокую цену победы он чтит особенно трепетно. Благодаря им, может быть, у нас получилось, что мы первыми вышли в космическое пространство. Благодаря их живем сейчас на этой земле. Мы передаем именно те события, которые происходили в самом начале. А самое начало было очень ожесточенное. То есть оно характеризовалось особой жестокостью. Немцы ведь думали, что по нашей советской земле им также удастся пройти таким же триумфальным маршем, как по завоеванным капиталистическим странам Европы. Но с первых же дней войны они поняли, что этого не произойдет. Они столкнулись с массовым героизмом наших советских людей. Участники акции не в первый раз посещают памятники и обелиски, установленные солдатом Великой Отечественной войны. Они считают своим долгом следить за их состоянием и приводить их в порядок, если это необходимо. Отдать дань памяти героям, которые сражались здесь, у нас, за нас. Причем это герои были абсолютно молодые люди. Это были дети, это были партизаны. Дима Юрченко, совершенно молодой человек. Это было Крымхан Мижева, это была Залиха Тыркенова, пулеметчица партизанского отряда. Это была Надя Кицерова, жительница Хасаут Греческого. Это молодежь была, это Наташа Голоколосова из Урубского района. Они все были участники партизанских отрядов. Это все были молодые люди, практически дети. И эти дети сложили свои жизни за свободу нашей Родины. И совершили, можно сказать, героические подвиги. Вот эти мероприятия проводимые, необходимые для духовно-нравственного специально подрастающего поколения. Чтобы они знали, какой ценой достался им вот этот мир. Мне кажется порою, что солдаты Страва, не пришедшие в поле, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Белым журавлем взмыл в небо и Дима Юрченко. Композиция обелиска, установленного на месте гибели, Передает момент оглушительного взрыва. Взметнувшая ввысь, пылающая земля и осколки. И душа ребенка, улетевшая в поднебесие. Мать Димы, Варвара Николаевна, Исходила все горные тропы, Спрашивая у пастухов хоть какую-нибудь информацию о своем сыне. Но, к сожалению, ничего не было известно До тех пор, пока друг Димы, Геннета Милин, Не узнал у местного лесника Якуба Подробности гибели своего друга. И вот только тогда мать смогла прийти на место гибели И преклониться, и оплакать своего сына. Завершив свою миссию на месте захоронения молодого бойца, Участники акции памяти продолжили свое путешествие. Автоколонна с развивающимися красными флагами Отправилась в Краеведческий музей села Хасаут Греческий. Здесь они еще раз ближе познакомились с биографией Димы Юрченко Благодаря рассказу экскурсовода. Она же поделилась подробностями о деятельности Партизанского движения в республике в годы войны. Памятник 14-летнему солдату стоит и на территории Одной из школ станицы Кардоникской. С гранитного монумента на нас смотрит Дима Юрченко. Обыкновенный мальчишка. Один из тысячи примеров беспримерного детского мужества. Юный герой Великой Отечественной войны. Фатима Дорова, Мухаммед Ашеблоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.